Вначале поясню. Этот отзыв в честь моей новой публицистической книги были Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества ДИСК. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Это второй отзыв. Это вступительный отзыв к циклам книг Крапивина «Великий кристалл». Моя книга – это цикл отзывов на книги Владислава Крапивина и Михаила Ахманова на предметы возможной конспирологической составляющей. Ссылка, по которой можно приобрести мою книгу, будет под отзывом. Публицистическую книгу топологии Мирова Крапивина Владимира Талаваева я открыл для себя недавно, равно как недавно открыла этого автора. Сам, кстати, автор эту книгу назвал статьей. Но здесь он поскромничал. Это на самом деле довольно большая и интересная публицистическая работа, которая писалась пять лет с 1992 по 1997 годы. Понятно, когда я нашел эту книгу и прочитал ее, я поискал информацию о Владимире Талаваеве в сети, но вначале, к сожалению, практически ничего не нашел. Но позже кое-что нашлось, и мы даже с ним виртуально познакомились. Вот как выглядит обложка книги. А вот как она выглядит в полном размере. Поискать книги о Космогонии Крапивина, вернее, о его Вселенной или Вселенных Великого Кристалла я тоже начал недавно. Начал после того, как начал работу над указанным циклом отзыва. Но я знал, что критиками, как ни странно, почти не отработано творчество Крапивина. И поэтому не очень надеялся, что что-то удастся найти. Но вот, к счастью, видите, что-то найти таки удалось. Конечно, работа, что и говорить, любительская. К тому же, это не совсем авторская работа. А это, скажем так, в значительной мере, компиляция различных авторов Крапивинцев. Компиляция их работ. Кстати, и не только авторов Крапивинцев. В том числе и очень известных авторов. Например, Талаваев очень большое внимание уделил творчеству Нейнах. Натальи Васильевой. Автора очень известной в среде толкиенистов черной книги арбы. Я сразу скажу, что его параллель между вселенной Эа Талкиена и вселенной Великого Кристалла Крапивина кажется мне очень-очень интересной. Я вполне допускаю, что творчество Владислава Крапивина конспирологическое. И тайно пиарит концепцию шестимерной вселенной Роберта Бардиния. То же, что творчество Толкиена конспирологическое и скрыто-борческое, я считаю уже давно. Кстати, уже к счастью есть работы, которые утверждают, что никакое творчество Толкиена не христианское, а на самом деле это скрытый пиар-гнестицизм. Если продолжать разговор о параллели Талалаева между творчеством Крапивина и Толкиена, то наиболее интересная, мне кажется, его мысль о том, кто такие те, которые велят у Крапивина. С точки зрения Талалаева это звезды. Кто читал «Белый шарик» Матроса Вильсона, тот знает, что звезды во вселенной Великого Кристалла Крапивина это разумное существо. И параллель между звездами Крапивина и Айнур Толкиена, проведенная Талалаеву, а также его утверждение, что, видимо, те, которые велят, это и есть эти самые разумные звезды, на мой взгляд, имеют под собой абсолютно все основания. Напоминаю, эти чудовищные социальные паразиты, те, которые велят во вселенной Великого Кристалла, не имеют тел. И приходят на планеты, населенные людьми, включая нашу планету, воплотившись либо в статуи, либо в манекены. Мальчик же Яшка Скидсон, который параллельно еще и звезда, а также параллельно вся вселенная Великий Кристалл, пришел на нашу Землю, в послевоенный Советский Союз, тоже воплотившись в статуи. Пришел один к одному, как те, которые велят. Здесь, кстати, хочешь не хочешь, но возникает вопрос. А подобная постановка проблемы Крапивиным, это не перебор ли? И вообще не тянет ли это на бред сумасшедшего? Даже для сказки? Ответ отрицательный. Как ни странно, не перебор. И не только для сказки, но и для реальной жизни. Я, кстати, давно уже уверен, что Вселенная Великого Кристалла – это далеко не сказка. Позиция современной науки, как ни странно, звезда может быть разумным существом, если она самоорганизующаяся система. И в фантастике, кстати, научной фантастики, уже описана масса самоорганизующихся систем. Наиболее удачное и наиболее научно обоснованное описание самоорганизующихся систем, на мой взгляд, сделал украинский, ну, вернее, еще советский, писатель-фантаст, а также одновременно ученый нейробионик Владимир Кузьменко. В его научно-фантастическом романе «Эпопея и древо жизни». Сам Кузьменко, кстати, как раз и был специалистом в области сложных самоорганизующихся систем. Но и здесь нужно добавить, что кибернетики давно уже поняли, что сложные самоорганизующиеся системы могут не только создаваться людьми, но и возникать по естественным причинам. Я не буду здесь подробно останавливаться на описаниях Кузьменко, просто потому что для неподготовленного человека это будет сложновато. И я остановлюсь на трех других самоорганизующихся системах, которые уже довольно широко внедрены с помощью кинематографа в общественное сознание. Первое и внедренное уже довольно давно – это «Разумный океан» из романа Станислава Лема «Солерис». Кроме того, этот роман был экранизирован неоднократно. Первая экранизация, на мой взгляд, самая удачная – это экранизация Андрея Тарковского, одноименная. Вторая, вернее, самоорганизующая система – это «Эйва» из фильма «Аватар». И третья, тоже очень широко известная самоорганизующая система – это «Матрица» из известной киноэпопеи «Вачилский». Отрицать научно, что подобные процессы возможны не только в биологических системах «Океан Соляриса» и «Эйва», и не только в кристаллических «Матрицах», но и в плазменных звездах. Сегодня научно, повторяю, отрицать этого нельзя и близко. И, кстати, между миром «Матрицы» Вачовски и миром Вселенной великого кристалла «Крапелина» куда больше общего, особенно чисто в научном плане, куда больше общего, чем кажется с первого взгляда. И, надеюсь, в процессе дальнейшей работы над отзывами мне удастся развить эту тему. Добавлю, что в книге Талала Эйва есть еще и масса других интересных мыслей. Но чтобы не заходить в дебри, я остановлюсь здесь только на двух. Первое. Он описал строение Вселенной великого кристалла и назвал ее «12-мерной вселенной». Не знаю, откуда он попал это и знать не хочу, но он описал строение именно шестимерной вселенной Роберта Бартинга. Вселенная Крапивина, по Талала Эйву, имеет три измерения пространства и три измерения времени. Кроме того, она имеет форму Тура. Вот, кстати, как выглядит Тур. Это движущееся изображение, поскольку стационарное изображение не даст полного представления об этой довольно сложной геометрической фигуре. Второе. Он дал свою классификацию произведений Крапивина о Вселенной великого кристалла. Его классификация очень сильно отличается от официальных. По сути, он разделил все творчество Крапивина на две части. Первая – это книги о грани Альфа. Грань Альфа – это наша с вами реальность, наша с вами земля. И вторая – это книги, собственно, о Вселенной великого кристалла. И его список книг именно о Великом кристалле куда шире официального. И добавлю мне его список книг. Кажется, куда интереснее, чем официальный. Я в свое время, к сожалению, начал писать отзывы на книги Крапивина о Вселенной великого кристалла не по порядку, предложенному Талалаевым. И на первом этапе вот в эту книгу они тоже вошли. Так, как я начал их писать, я решил, что так будет лучше. А не по тому порядку, который предложил Талалаев. Но, прочитав ее книгу, я сразу дальше начал следовать предложенную им по ряду. Хотя, впрочем, тут тоже есть нюансы, но об этом мы поговорим лучше в свое время. Напоминаю, ссылка, по которой можно приобрести мою книгу, прямо под роликом. Если понравился отзыв, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Такие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!